Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Как вы, наверное, обратили внимание, я давно не завожу речи о маркизе, а даже наоборот, в чате интересуюсь, кто как установил маркизу, как ее эксплуатирует, как сушит, как обслуживает и вообще хранит. Покатавшись с маркизой некоторое время, я понял, что это не самое удобное решение для кемпинга или для какой-то быстрой стоянки, где нужно быстро развернуться, быстро свернуться, несмотря на то, что кажется, что маркиза хорошо складывается и очень компактно при перевозке. У всех, конечно же, разный опыт, но мой опыт показал, что маркиза шириной 2-2,5, даже пусть 3 метра с выносом от автомобиля очень неудобная штука. Мало того, когда идет очень хороший ливень, она наполняется водой и провисает. И лично мне в маркизе, которая закреплена сбоку автомобиля, не хватает того, что она не накрывает крышу автомобиля, что очень важно не только в жару, но и зимой в снегопад. А у меня бывают и такие поездки. И как, я думаю, многие обратили внимание в нашем телеграм-чате, в разделе путешествия я резко начал топить за тенты. А это все потому, что я все-таки купил тент. Это тент 6х6 от компании P.F.Берег, он где-то едет. А пока мне нужно подготовить мой автомобиль для того, чтобы этот тент правильно эксплуатировать. И мне понадобятся как минимум 2 метровые стойки с правой стороны моего экспедиционного багажника. Одна будет установлена в передней части справа, на ней будет располагаться центр тента, а вторая в задней части, являясь как бы подпоркой, оттяжкой, чтобы перед жилой зоной автомобиля, она у меня справа по ходу автомобиля, был дождевой снежный скат длиной в 3 метра. Соответственно, задняя часть относительно жилой зоны будет полностью накрыта на всю ширину автомобиля, плюс вынос 1,5 метра, чтобы можно было пройти в водительскую часть. Для всего этого мне понадобятся 3 алюминиевых трубки. Две из них метровой длины 20 со стенкой 1,5, одна трубка 25 на 1,5, крепление для труб, куда же мы без сантехники, пластиковые заглушки для труб и шуруповерт от компании ПИТ. Поехали! Эх, спалил задние подкрылочки, да? Ну ладно, в общем, как вы поняли, скоро будет тема по установке задних подкрылков. Едем дальше. Металл багажника честная троечка, так что не халам-балам. В общем, дрелька молодец. Где-то вот так. Около 15 сантиметров. Я думаю, для трубки, которая сюда будет вставляться, самое то. Кстати, друзья, я уже давно с целью ремонтов не вожу большую пилу с собой, большую ножовку по металлу ввожу, вот такую вот маляпуську. И в большинстве случаев она меня очень хорошо выручает, занимает мало места. Единственное, приходится покупать достаточно дорогие полотна, но оно того стоит. Вот так в лесу не нужны никакие тиски. Забыл напильник, но хороший нож решает. Можно вот так аккуратненько снимать фасочку. Сейчас из этого сантехнического рая соберем что-нибудь нам потребное. Сантехнического рая соберем сантехнического рая соберем сахаром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, центральная стойка для шатра, а также оттяжка для нее готова Пока шатер не пришел, можно будет натягивать веревку, сушить трусы носки А как только он придет, я сделаю большой обзор на этот огромный шатер Кроме того, я сделаю обзор на стулья, которые я там же приобрел И новый мангал И когда я про все это расскажу и покажу в деталях, вы поймете, почему я все раздал на слете Ребята помнят, я отдал стулья, столы, шезлонги и так далее Потому что я знал, на что я иду, потому что едут мне предметы для кемпингов, которые я так долго подбирал Чтобы все это не пропустить, подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео Не болей и не скучных вам дорог Пока!